Центральный банк возьмется за рассрочки, а они будут отражаться в кредитной истории. Авторы инициативы уверены, это поможет обезопасить пользователей маркетплейсов от дополнительной финансовой нагрузки. Ведь беспроцентные рассрочки по-своему опасны покупателям, можно сильно увлечься. Как банки будут оценивать резкие и сложнее ли будет получить отложенный платеж за покупку товара, узнала Анастасия Волкова. Старая посудомоечная машина сломалась, и когда оказалось, что ремонт ее стоит как новая, мы решили все-таки купить новую посудомоечную машину. Так как платеж был на тот момент великоват, мы взяли в рассрочку, и что оказалось, очень комфортно на несколько месяцев. 4 месяца по 6 тысяч рублей такой график платежей устроил Александру. Рассрочку оформила в один клик, считает ее отличной альтернативой, и можно спланировать семейный бюджет. Обращалась к такому способу и раньше, при оплате обучения. Тоже не пожалела. А вот к новой инициативе, которую предложил Центробанк, говорит, подходить надо обдуманно. Если это так и учитывается о том, что я все плачу вовремя, и это моя положительная плюсик в моей кредитной или потечной истории будет. Но если это будет рассматриваться о том, что я просто беру эти рассрочки, и это какой-то негативный опыт, то, конечно, момент спорный. В ближайшее время Центральный банк возьмется за сплит-рассрочку беспроцентную и на определенный период, которую предлагают маркетплейсы. Ее еще называют «покупай сейчас, плати потом». Например, сумма на товар будет поделена на четыре части, и раз в две недели ее будут списывать с карты клиента. Одна из наших целей – ограничение роста долговой нагрузки заемщиков. Поэтому мы не исключаем возможность введения определенных ограничений на сделки с операторами сервисов рассрочки. Также может быть введено требование учитывать в кредитных историях обязательства, которые возникают при использовании сервисов рассрочки и превышают определенный лимит. Другими словами, новые инициативы проконтролируют заемщика. И даже ему поможет, не допустит, чтобы он голодал, а обязательные платежи вносил. То есть дополнительный кредит не одобрит. Однако банки считают, отправлять отчеты в бюро кредитных историй нужно только по тем рассрочкам, стоимость на товары которых составляет 60-70 тысяч рублей. Есть информация от одного из известных сервисных рассрочки, согласно которой средняя стоимость покупки в рассрочку составляет всего 6 тысяч рублей. Поэтому если действительно центральный банк начнет контролировать рассрочки от 60 тысяч и выше, то, возможно, это коснется какого-то совсем небольшого процента людей. Пока маркетплейсы эту инициативу не совсем понимают, считают нужны обсуждения, ведь сплит-систему используют продвинутые покупатели со средним и высоким доходом. Подобный шаг, по сути, превратит новый высокотехнологичный продукт в стандартный потребительский кредит или заем. Ухудшение бесшовности может стать негативным фактором как для потребителей, так и для продавцов, в том числе для представителей малого и среднего бизнеса. Для них «buy now, pay later» – «покупай сейчас, плати потом» – инструмент повышения продаж и привлечения новой аудитории. Маркетологи такое нововведение не жалуют. Отвестность лежит на маркетплейсе, то есть, чтобы они контролировали, целовались. К чему это приведет? К увеличению стоимости, к увеличению стоимости услуг и так дальше. Поэтому ничего здравого в этой инициативе я не вижу. Агрегаторы маркетплейсов говорят, прежде чем одобрить рассрочку, своих клиентов они проверяют на платежеспособность. Любой маркетплейс, как любой банк, сотрудничают с бюро кредитных историй. Естественно, используется кредитный скоринг, проверка контрагентов. Это происходит все за минуту. Кредитный скоринг тоже выдает рейтинг, процент невозврата. Сейчас, я знаю, у меня коллеги, например, делают еще и выключают искусственный интеллект к этому скорингу. Интерес к рассрочкам, которые предоставляют маркетплейсы, за последние три года вырос, говорят финансисты. И это может привести к еще большей закредитованности населения. Поэтому советуют дорогие покупки планировать заранее, а спонтанных избегать. И перед тем, как нажать в приложении команду «Оформить рассрочку», сначала задать себе вопрос, а действительно ли эта вещь нужна. Анастасия Волкова, Алексей Кондратьев, Диана Урмантаева. Известия специально для телеканала 78.